привет всем подписчикам и гостям канала записки про мастерия вот такое вот чудесное раннее утро солнышко ярко светит а я пробираюсь до места назначения как доберусь я вам его покажу но пока немножко поговорим как вы уже заметили немножечко канал под заброшен был все что-то было не до видео загрузок мало тоже почти два месяца толком видео не загружаются а все из-за того что сначала я болел а потом я участвовал в праймеризе от единой россии да да попробовал выдвинуть свою кандидатуру депутатами госдуму и на городскую областную думу но об этом я позже видео сниму все расскажу как все это было как вообще меня это угораздило расскажу какие моменты мне порадовали какие не порадовали за того никак вот все я расскажу это будет наверно следующее видео вот ну а потом а потом как-то после всего этого занялись поиском дома не то чтобы прям вот дом с ростом сразу все переехали жили у нас принципе квартира есть на все устраивает просто захотелось приобрести дом пока есть возможность пока есть силы для начала как бы дачи может рассказать чтобы определить дыхали недалеко дома чтобы было ну и конечно же обустраивать его чтобы там дальше жить вот и вот долго искали 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 и нашли сразу говорю там ни воды ни газа и туалета ничего нету обыкновенный неблагопроемый дом то есть нашли на все понравилось потому что как уже заметили все кто смотрит мои видео вот уликаемся инкубации цыплят как-то сюда дело надоело в квартире делать хочется чтобы мы наши эксперименты проносили плоды и чтобы это все было под рукой не деревня вот как бы еще одна из причин ну и просто для отдыха для души проверяемся дома вот и случайно так очередной раз открыл авито сайт объявлений наткнулся на это на шибу наши поместили на территории вот она вот это наше поместье как я уже сказал это дом конечно требует ремонта косметического но нас устраивает вот такой-то двухэтажный особняк вот есть место для машины ворота и и и вот вот этот кодовый замок сейчас будем его пытаться открывать ну вот дорогие друзья мы находимся на территории нашего мини поместья думал как все таки построить видео потому что рассказать хочется много но затягивать видео тоже не вижу смысла поэтому поэтому сделаем так значит в этом видео проведу небольшой обзорную экскурсию о нашем приобретении покажу наш участок что здесь растет и покажу сам дом что он находится внутри и в конце видео я расскажу о том что мы хотели здесь поменять отремонтировать построить ближайшее время возможно что-то я расскажу во время обзора потому что наверное будет какие-то моменты все-таки выскочат время экскурсии вот но в основные моменты конечно расскажу в конце видео чтобы глобально что мы хотели здесь поменять вот так что начинаем значит это наша земля земли у нас здесь три с половиной сотки на ней располагается дом вот такой вот он дом общая площадь 60 метров здесь получается два этажа цокольный этаж и первый этаж два входа вот вход в токольный этаж и вот вход на первый этаж на земле еще у нас находится такой вот сарай сарай раньше здесь как говорил предыдущий хозяин держали кроликов кур но видите со временем он весь покосился и и принято решение его ближайшее время снести и построить здесь пчищник так у меня сейчас заложены яички куриные через неделю у меня вылупится цыплята и как раз для них будет здесь новый дом вот на участке здесь растут у меня малинка есть он там малина есть вот она малинка малинки и малинки так вот он и тут слива растет вот здесь я тоже слива вот некоторые деревья здесь надо будет убирать он тут еще ведь не добрался туда не докосил но надо будет убирать надо вот это дерево убирать будет он то дерево иначе здесь беда будет хочется 10 посадить какую-нибудь грядочки не сделать морковочку там все куку ну чтобы было все под рукой так есть тоже дерево которое нужно убирать а вот это большое это яблоня он они уже яблочки видны там еще раз другая яблоня там уже яблочки такие поменьше он называл название хозяин то то ли японская золотистая китайской джуньизан то очень-таки маленькие яблочки маленькие будут вот они яблочки также здесь у нас растет крыжовник крыжовник крыжовника здесь много самородушка он растет так солнце светит не поймать там тоже смородушка растет здесь еще крыжовник и вот тут слива маленькая и вот тут большущая слива растет так вот там что-то ягодки какие-то черные стали то есть у нас урожай в этом году есть будем в этом году пить компоты и слив и есть варенье так вот это что у нас это тоже крыжовник тоже крыжовник конечно здесь надо будет некоторые культуры все-таки убирать уже они здесь но не к силу не городу хочет расчистить какую-нибудь зону сделать для отдыха допустим вот видите тут уже кресло поставили хотя говорят нам это оставили мебель некоторую мебель нам оставили его среди них тут и вот кресло такие советские еще вот я хочу их тут разобрать он видите здесь как бы тканевая такая здесь не 100 это поснимайте сюда набить речки и будет такой деревянный шезлонг очень даже будет неплохо для отдыха значит все и здесь рассказал что хотел сейчас я ключи возьму и пойдем в дом дверь отворилась и перед нами предстает лестница который ведет на первый этаж и вот что я вам сейчас покажу значит смотрите цокольный этаж и первый этаж он был никак не связан то есть тот тоже на цокольном этаже жил своей жизнью то тоже на первом этаже и жил своей жизнью но потом когда жильца я не знаю умер уехал выписался без понятия как все происходило собственно который мы купили этот дом стал полностью собственником то есть и подвал его тоже стала собственность чтобы ему не бегать через улицу туда там печку топить он решил здесь давай фокусируйся прорубить окно в европу то есть вот видите вот тут он выпиливал я отпиливал все и вот делал вот такую небольшую здесь такие ступенечки по которым мы с вами спускаемся подвал и вот мы тут видим дровяник какие-то еще разные доски вот там вот мы видим рундук то есть человек который жил здесь подвале в туалет ходил здесь а потом дедушка здесь делал такой дровничок здесь конечно все ужасно какая многолетняя паутина прямо фильм ужасов ну а что делать так вот это вот дверь ведет нас коридор как здесь хорошо то господи на улице такая жарище а здесь так прохладненько так открою сразу дверь пускай проветривается пускай здесь проветривается вот здесь у нас имеется кладовка подвале вот такая складовочка вот сколько много всяких баночек скляночек умывальничек чемоданчики газовая плита как он сказал она рабочая новая вот я только бы почистить ну наверное мы не будем ее использовать светик у меня насмотрела как сады облагораживать и в такой вот этой газоплите посадили цветы так ну что заходим в помещение это вот квартира того жителя кто здесь жил это кухня вот такой у нас холодильник юризань 2м разные книжечки предыдущие хозяева любили читать вот такая у нас есть печка так попробую свет включить свет горит есть печка одна же одновременно является плитой то есть здесь готовили пищу газа плиты здесь не стояла именно готовили здесь еще пока печку не проверяли но будем проверять надо проверить как она вообще топит не коптит ли нигде ничего потому что есть такая мысль такая мысль печку эту убрать потому что она как бы занимает здесь место много очень а поставить сюда вот такие вот сейчас у нас продают современные маленькие такие печечки и провести трубу понятное дело сюда по моему здесь у нас дымоход находится в этой стенке может так оставить какую-то часть да вот чтобы как стенка была все остальное убрать вот вот заходим и у нас тут самый ужас это у нас вот тут тут холомище вот такие у нас тут обои на потолке пауков здесь вообще тьма тьмущая не знаю как я здесь буду убирать их я их так боюсь просто кошмар ну есть такое как бы так вот они бегают до ради бога пускай бегают они мне не мешают но когда вот начинается вот это вот где-то не на тебя падают ой жуть-жуть на и вот значит что вот как вы видите здесь у нас тут уже кулитюки это все готовится для сдачи макулатуру все это будем возить отвозить нам еще оставили такой вот сундук и дикой старинный как его применим значит что я хочу сказать сразу обозначу какие работы хотим провести в подвале мы хотим сделать ремонт до холоду а именно снять всю штукатурку вот это вот ведь тут все сыпется пройтись тут заново тут почистить цементом залить будем думать как это все советы забудут со строителями как все это сделать и самое главное я хочу поднять уровень фундамента выше чем сейчас есть как играю тут даже видно видите значит со стороны двора фундамент сделан выше чем со стороны придомой территории то есть это вот улица откуда мы заходим здесь вот видите фундамент ниже и за счет этого он тут все сыпется все тут отваливается гниет мне это не нравится я хочу это дело все заделать поднять там насколько можно уровень земли поймать посмотреть ну так вот наверно поднять да может вот так выше без разницы но чтобы над землей было где-то сантиметров 10 что было чтобы здесь ничего не мочила вот когда мы с фундаментом здесь делаем все будем понятное дело уже к этому времени мы штукатурку всю отдерем потом все будем туда делать вот видите вода обсыпался он тут все то есть работа конечно здесь много работы много никто и не скрывал этого не пентхаус за материнский капитал чтобы можно было тут приобрести значит вот то что хотел сказать здесь по по подвалу будут меня здесь тоже опять же по всему дому сразу скажу будет здесь проводиться замена проводки отдельно выведу автомат сюда подвал и отдельно на первом этаже будет экскурсия по подвалу завершена переходим к обзору первого этажа ну по первому тоже думаю вам все расскажет света она прям рвется в бой рассказать так что слушайте смотрите ее привет кости и подписчики канала записки подмастерья я взяла на себя функцию показать вам дом который мы купили за материнский капитал ну понятно что за материнский капитал наше время пентхаус не купишь но в принципе все очень даже прилично сейчас пойдем внутрь ступенечки да вот и ведут на второй этаж ступеньки крепкие хорошие ступеньки и это получается крылечко если честно порядок я здесь уже немножко подновила убрала паутины потому что было очень много паутин по углам вот такая картина красивая осталась там от предыдущего хозяина ванна да тоже в принципе приятный бонус сюда мы ставим водичку кстати воды в доме нет колонка которая здесь вблизи находится как оказывается тоже не работает ну вот увозим ну что заходим в дом да вот она входная дверь и такая достаточно добротная да только конечно грязновато ну как понятно дом в таких старых до деревенских домах в принципе мы ее покрасим и все будет все будет хорошо она достаточно крепкая то есть пока на первое время очень замечательная дверь так переступаем через порог здесь я так понимаю что то типа прихожей свет 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 включается не включается поэтому будем довольствоваться тем что есть вот такие тоже входные двери в зал тоже такие грязные но мы их покрасим обязательно ну по первое время я не знаю мы их наверное оставим сносить не будем потом впоследствии когда будем заниматься какой-то перепланировкой я думаю что этих двери здесь не будет стол тоже остался нам от предыдущего хозяина и два стула вот что еще интересно этот музыкальный центр нужно попробовать работать он или нет и целая коробка кассеты господи я дома все кассеты выкинула безжалостно а здесь есть фредерик шопен глэн миллер инструментальная музыка тоже до в эрди аида луи амстронг обалдеть то есть такой вообще дедушка у которого мы купили этот дом он достаточно такой образованный он работал педагогом всю жизнь это зал большая комната достаточно комната светлая сухая но вот это буржуйка печка он нас сразу предупредила от нас это не утаил о том что дымоход прогорел ему же нужно было все равно печку топить и вот она вот так вот закоптила потолок это просто ужас он весь черный 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 вот здесь видно я пыталась чистить щеткой до посмотреть моды видно да вот это копоть вот это сажа которая на потолке то есть потолок тоже нужно будет белить чищать не знаю как конечно же белить будем вот что впоследствии может быть потолок но чтобы больше не коптилась нам нужно заменить вот этот вот дымоход по в принципе печь такая внушительно ну все равно на первое время она здесь останется это однозначно а потом впоследствии мы конечно же ее поменяем шкаф это тоже остался от предыдущего хозяина у меня у меня нет на него виды я его выкидывать не хочу и потом мы вам покажем что мы с этим шкафом сделаем я уже Сергею сказала о том что этот шкаф я никому не отдам и на помойку я его не выкину вот стол тоже остался предыдущего хозяина полированный знаете советский союз телевизор телевизор не поверите он работает кресло я перевернула с той целью что она обивка сгнила и вот это вот красная красный поролон он сыпется сыпется на пол чуть свернешь кресло уже насыпалось поэтому я его перевернула второе кресло я вынесла на улицу ушки надо мыть и поставила вот туда под сливу а наверное не видно да вот тут она поставила под сливу от предыдущего хозяина нам еще достался пылесос пылесос тоже работает причем он такой мощный что может заменить вот этот строительный пылесос не знаю заберете ему владелец или не заберет но если не заберет и это будет просто замечательно я уже этим пылесосом пропылесосила весь потолок потому что он был очень-очень грязный весь в паутине ну пару паутинок я оставила вам показать вот тут вот видно наверно да нет ничего не видно но очень хорошо что ничего не видно так дальше не знаю что здесь была за комната но видите видно что здесь все огромный не огромный но достаточно большой ковер видно да по стене прямо вот обалдеть как видно что здесь был ковер это стиральная машина я не знаю как работает она или нет я даже не знаю как ее пользоваться если честно вот но я посмотрела в интернете очень интересные идеи как ее можно использовать на полусадебном участке вот ну пускай пока стоит что-то вот рука у меня не поднимается ее выкидывать я думаю что мы ее чем-то для чего-то используем это коробки предыдущего владельца он их заберет это его личные вещи поэтому он предупредил сразу что заберет валенки такая прелесть тоже рука не поднимается их выкинуть но сергей я думаю скажет что нужно выкинуть так здесь была вот на этой первой балке была занавеска то есть это занавеска отделяла вот эту вот комнату от кухни то есть вот таким образом помещение было зонировано ну вот мы здесь сейчас плавненько в кухню перейдем у светика случилась неприятность видео оборвалась в самом интересном месте все потому что у нее села зарядка на телефоне вот она побежала зарядным устройством домой но пока она бегает зарядкой я продолжу обзорную скоростью по нашему дому именно с того места где его света оборвалось видео именно с кухни газовую плиту она уже вам показывала вот такая грязненькая надо отмывать но на рабочие проверяли уже газовый баллон есть не знаю сколько его хватит но еду приготовить можно так что тут еще но есть вот полочки если уже света порядок навела на них было много всего ненужного все это выкинули пока вот эти полочки оставили чтобы что-то разложить в будущем возможно уберем а возможно пока просто их обновим и оставим такой винтаж оставили пока вот этот столик ящик что пока можно было здесь что-то расставить вот и малюкс там порошок водичку так далее здесь еще вместе такой шкафчик также имеется такой вот омывальничек раковина и ведро то есть все как лучших домах лондона и парижа без коммуникаций без всех благоустройств жизни умывальник к сожалению текет на выброс раковина тоже столетние на выброс ну ведро остается потому что но у нас притащена сюда окошко на кухне к сожалению глухое не открывается ну когда будем менять эти окошки пластик окном будет стать обязательно чтобы было открывающим что проветрить здесь надо тоже на кухне вот ну вот в принципе и все что здесь по первому этажу от горя вы заметили да что света называет подвал первым этажом а первый этаж вторым этажом то есть я называю по-другому я называю своими нами подвал и первый этаж это пока еще не придутся для нее это первый этаж и второй этаж вот так значит надо еще сходить давайте сходим вот сюда аж по пути это вот такой то еще и чулан калат такая кодовочка это как кладовочка тоже видите тут много всякого мусора она здесь все убирать он паутины тут здесь нам то что увидели в подвале на первом даже это все цветочки сама эта беда предстоит нам здесь на чердаке ну что вот здесь и давидовая у получи царства как видите работы здесь офигеть как много выносить и выносить чистить чистить так 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 ну и последнее место которое можно показать сейчас сюда придем это веранда заходим на веранду вот такая вот верандочка здесь тепло даже очень тепло жарко даже я бы сказал потому что верночка находится на солнечной стороне окошечки тут вот такой небольшой конечно помещенец а ну в принципе здесь можно даже поставить раскладушечку и отдыхать ну тут тоже много разного мусора хлама есть парта уроки учить комод старинный старинный комод и конечно же помещение на котором должно быть две буквы мы вижу это туалет вот на что одет здесь тоже куча всяких книжек руналов которые нужно убирать но в принципе как бы и все вот все что хотелось показать в этом доме хотел конечно все минимум сделать но столько всего интересного сейчас поместите вверх ногами вот но все скрип тут не получалось не получится уж наверно один раз провести полный обзор помещение дома что есть на земле находится а потом уже будем показывать что мы здесь поделали кстати говоря пока тут я света пока то есть все снимал я уже он снял крышу скрыться надо вот новый мастерить сейчас прибежится только будет мне помогать это мне одному здесь не как вот ну что что значит наверное надо подвести итог как я говорил что в конце видео скажу что мы планируем какие работы провести значит первое 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 это замена проводки замена проводки на первом и в подвале второе второе это ремонт подвала то есть цоколь фундамент в доме отремонтировать штукатурки все сбить и стены все нормально сделать окна пока трогать не будем пока только займемся именно стенами и фундаментом третье место снести сарай четвертое построить на этом месте курятник ну и пятое это так скажем будет топ-5 задач которые нужно будет выполнить в этом году это убрать эти дрова перенести их тут дровяник здесь расчистить дорожечку проверить соответственно ворот открывается или нет для того чтобы занять сюда машину ну как бы не только в машину потому что разбирая сарай нужно весь от столицы на мусор как-то выносить но через калитку же а так вот ворота открыли вперед как раз машина сюда самосвал подъедет задом сюда заедет и можно будет закидывать спокойно для этого нужно здесь все тоже разобрать bout вот такая вот экскурсия получилась как говорил хотел все сократить до минимума ну получилось то что получилось слушаю сразу все показать одним махом а потом будем только отдельное видео укладывать о тех работах которые мы произвели так что так ну на этом можно видео заканчивать спасибо что смотрели видео до конца удачи вам не болейте здоровья вам до до новых встреч пока пока